Всех приветствую. Давно не выходил в эфир, как говорится, но на то были свои причины. Во-первых, ничего и нету такого, которое было десятки раз. Это было импортные машины и оверлаки. Я просто не вижу смысла тратить на них время, а оверлаки вообще мало смотрят. Ну а вот вот такие редко привозят. А вот позавчера привезли вот эту машину 2М. Это уже последний логотип. Это конец 70-х, видимо. Машина не шлёт. А не шлёт она вот почему. Вот посмотрите, какие канаты здесь поставили. Это во-первых, что первое бросается в глаза. Да, и пока не забыл. Тут опять какие-то слухи про Ютуб, что там закрывает, не закрывает, не знаю. Но дело в том, что у меня есть ещё один канал. Я его два с половиной года назад оформил, зарегистрировал. Вся. Рутуб, так называемый. Наш ответ Ютубу. И где-то полгода выкладывал, потом что-то забросил. И сейчас опять начал выкладывать. И там те же видео, что и в Ютубе. Ну там сейчас я с архива выкладываю. Может кому интересно, старое видео, чтобы не искать на Ютубе. Ссылочка будет. Подписывайтесь, заходите. Может быть кому-то это будет как альтернатива. Потому как у меня вот почему-то на телефоне Ютуб не открывается. Не знаю. Может кто-то с телефона смотрит. Рутуб-то он в любом случае будет открываться. Ладно. Сейчас не об этом. Вот какие здесь нитки. Нитки, во-первых, мои ровесники. Ну и самое малое. И посмотрите, вот какие здесь и какие надо ставить. Ну, разница очевидна. Вот она разница. Ну, наверное, раза в два. Ну и это не самое главное. Эти нитки из ХБ. ХБ, оно имеет срок хранения. Я говорю, вот этим ниткам, ну, они, несмотря вот на эту толщину, они как это рвутся. Не надо вот такими нитками пользоваться. Столько много ниток и недорогих. Ну, вот это вот понедорогие. Ну, можно купить, вот допустим, Идеал. Тоже ниточки хорошие. Ну, много ниток. Вполне прилично. Не надо вот это вот из каменного века такими нитками пользоваться. Так, ну что ж, начнем. Что там с машиной? Да. Это 70-го года. Шейная машина. Вот здесь обнаружилась инструкция. Что-то она 2А, ну, все правильно. Значит, этот логотип появился не в конце 70-х, наверное, а в конце 60-х. Вот это последнее, две чайки. Ну, ладно. Поехали. Не ленимся, откручиваем привод. Для чего откручиваем? Ну, если уж делаем, то все надо смотреть. А если делаем для себя любимого, умножаем на 2. Более. Я шучу, конечно, но в любом случае все делать хорошо, если уж взялся. А если не делать, так не делать совсем. Или хорошо. Или никак. Так, что у нас тут? Ага. Никогда не разбиралось. Ну, разберем. Открутим фрикционный винт. Так. Так. И так. Берем ткань. Протираем. Протираем. И свежую смазочку наносим. Так. Так. И так. Ну и все. Ставим все на место. Смотрим, как работает моталочка. Работает отлично. Все. Ставим шайбу. И винт на место. И с этим делом. И дальше, как я показываю сюда, и дальше пошли по кругу. ничего не пропуская. Вот здесь пластиковая шестерня, капроновая. можно. У меня вот есть сухая смазка. Я ее применяю для пластмассы. Посмотреть здесь ничего не пищит. Бывает, попискивает здесь. Вот если что, можно капельку масла обычного. Да, и сразу меняем иглу. вот здесь иголочки хорошие. ГДР. Вот ее я и поставлю. Установка новой иголки не какой-то там абы какой, которая валяется в куче, а именно новой. Чтобы 100% были уверены, поэтому берем с упаковки. И только с нее. Я даже с поддона не буду снимать машину. А зачем? Во-первых, мне лень. Во-вторых, и так можно сделать. Так, тут даже что-то смазано. Мне хозяйка сказала, я же не помню точно, но что-то она мне сказала, что-то такое. Типа в челночном застревает нитка, но это не мудрено. Сейчас определяем, что тут у нас. Хотя нет, сниму я. Что-то здесь мне вообще не нравится ход. Вот видите, идет, идет, идет. все. Она как бы остановилась. Машина вот ее клинит. И причем клинит на довольно-таки большом радиусе. Сейчас посмотрим, что там. Ну, а клинить где может? Вот здесь сейчас посмотрим. Что-то тут совсем нет зазора. берем ключик на 10. Ключик на 10. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Посвободнее. Да нет, я почему-то вот он вот клинит, вот вот здесь вот клинит. Ладно, сейчас будет ясно где это клинит. Надо просто-напросто отключить верх от низа. Ну и смотрим. Так. А здесь вот подклинивает, подклинивает. Ну в общем сейчас разберусь. Скорее всего где-то грязь просто-напросто. Ерунда. с низом все в порядке. Подклинивает где-то либо игловодитель, либо нити-притягиватель. в общем сейчас разберемся где именно. Ну скорее всего здесь где-то. Где-то здесь у нас может быть клинушек такой небольшой. может быть здесь да где угодно может быть. Может где-то с завода еще что-то тут какие-то недоделки. Ну вот и все. Так. Вот здесь вот уже все я ничего не ощущаю. А было прямо 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 вот клин. Для очистки совести я сейчас сниму ручной привод и прогоню ее на круге на войлочном. Просто на скорости и будет гораздо лучше. Машины мало может быть сборка такая. Ну сделаем как надо. Вот прогнал и что мы видим выбег появился. Все. Никаких затираний застоялось. Ну неважно что. Главное что это я устранил. Ну и в этом лючке вот все стоят. Жгутик стоит тут все как надо. Фитилек. все промажу. Все промажу. Можно заправлять нитку и шить. И я более чем уверен что она будет шить идеально. эта машина. Нитку конечно хорошую надо ставить. Да и вот я еще что сделал бывает что из-за вот этой мелочи машина не шьет. Что я сделал я заменил шпульку. Вот здесь была эта шпуля видите она почти вровень. то есть я ее вставляю вставляю ее видите надо надавить через раз защелкивается и будет просто на все это надо с какой силы надавить вряд ли кто так будет давить все эта шпуля негодная они со временем вот эти штатные дюралевые имеют свойство разбухать. Я поставил стальную она сейчас встанет как положено. все шьет идеально вот такой ремонт не ремонт собственно даже единственное она не шила скорее всего из-за ниток из-за шпули ну и тут непонятно какая иголка была так что тут ничего такого и как правило такие машины требуют именно вот такого вмешательства небольшое ТО проверка челночного нитки замена иголки и не более все на этом всем пока подписывайтесь на рутуб до свидания ПОДОЛЖЕНИЕ